Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Боговодохновенность. Чем Боговодохновенность отличается от вдохновения? Наверное, давайте возьмем так, чтобы войти внутрь смысла. Боговодохновенно может быть предмет, а вдохновенного все-таки нет. Вдохновенен, прежде всего, создатель какого-то произведения, человек. Ну, все-таки не очень принято говорить, там, вдохновенные скульптуры, вдохновенные песни. Они продукты вдохновения. Боговдохновенность – это такая ситуация, когда и создатель, и то, что он создает, одинаково пронизаны Духом Божьим, Духом Святым. Это очень странная ситуация, на самом деле, если вдуматься. И она отчасти противоположна ситуации с чудесами, со знамениями, знаменем, о которых мы говорили. Потому что, посмотрите-ка, ведь сам человек – не чудо. Я уже как-то пытался вот это передать. То есть, человек – чудо по определению, поэтому я не могу сказать, что это чудесный человек. То есть, идиома такая есть. Но это идиома, а не реальность. Чудом может быть происшествие, связанное с этим человеком. Чудом может быть явление природы. Все может быть чудом, кроме живого человека. А живой человек слишком важен, он слишком богоподобен, чтобы выступать в роли чуда или знамения и так далее. А вот боговодохновенным как раз человек, быть может, здесь-то наше богоподобие и пригождается. Что такое тогда все-таки боговодохновенность. Вот в древней византийской поэзии, которая легла в основу русской православной богослужебной поэзии гимнов, тропарии, канона и так далее, в Византии, в ранней, во всяком случае, средневековье, если не ошибаюсь, были органы. Потом крестоносцы, тюркоты, и органы, кажется, исчезли. Но в гимнах осталось сравнение апостолов с органами. Вития боговещанная. Органы, причем эти органы были водные, то есть они нагнетали давление водой, и это я даже не очень понимаю, почему современные органы другие, ведь вода используется во всей гидравлике, а это гидравлик, а не... Ну, я не физик и не техник. Так или иначе, это странное ощущение, когда вдруг человек понимает, что он в данном случае не творец, а только действительно вот как бы туннель, через который проходит некоторое давление Творца. Понимали ли евангелисты, что они боговодохновенные? Я не знаю, их надо было бы спросить, но исходя из своего, извините, скромного опыта, я скажу так, обычно отличие очень хорошо сознается, очень хорошо. Это, собственно, показывает апостол Павел, который в каком-то из писем говорит, что вот это вот я советую по своему пониманию, по человеческому разумению, а вот это вот от Бога. Это разные вещи. И у Павла это все время перемешано. Отец Александр однажды сказал, что когда переходишь от чтения посланий, которое вообще формально написано многие раньше, чем написано Евангелие, но когда переходишь от чтения посланий к чтению Евангелия, то словно с гор, где разреженный воздух, ты можешь упасть, задыхаешься, спустился, наконец, в плодородную теплую горную долину к каким-то гостеприимным хозяевам. Ты отдыхаешь в Евангелии, а послание апостолов, конечно, боговдохновенные послания апостолов. Так, если это продолжить, то и книга Бытия и Ветхий Завет тоже боговдохновенная. А там уж на что зубодробительные некоторые тексты? Это даже не горы, это какие-то пики второзакония и пропасти левитизма. О-ля-ля, там эту побей камнями, этого... Нехорошо. Так что здесь некоторые есть сложности. И, тем не менее, и там боговдохновение. А извините меня, а чего мы хотели бы? Мы бы хотели, чтобы бог играл только на органе, который сделали в Германии, в каком-нибудь гамбургере из серебра чистой пробы. Но тогда никогда никакой музыки бы и не было. И не было бы людей. А бог бы все чертил чертежи и примеривался бы. Но он творец. Творец – это не тот, кто вовремя рассчитывает, а кто творит само время. И для бога всякое время благоприятно, чтобы начать действовать через нас. Вы понимаете, что бы вдохновенность? Ведь то, что излагает Библия, можно найти в священных книгах других религий. Слава Богу, только не хватало, чтобы у нас была монополия. Это было бы ужасно и странно, и неинтеллигентно. Но Библия – это Библия. Лежит пачка бумаги, испещренной крючками. Это музыка? Нет. Это ноты. И Библия боговодохновенна не потому, что в ней какие-то особые крючочки-закорючки, хотя довольно много веков люди именно так к этому относились, что вот удивительная книга, и это в форме выражалось. Библия удивительна, потому что ее исполняют люди. Бог дает боговодохновенность не так, как он дает вдохновение. Вдохновение ведь тоже от Бога. Боговодохновенность – это не только то, что проходит через человека, через текст, но то, что и проходит другого человека. Сегодня лингвисты, литературоведы любят говорить о том, что чтение текста, слушание музыки – это всегда соучастие в творческом процессе. Не будем гордецами. Это не означает, что без меня Льва Толстого бы не было. Ой, страшный сон. Конечно, Лев Толстой и без нас Лев Толстой. Аллилуйя! Это означает, что мы должны раскрывать себя прежде всего Богу. Не раскроем, не поймем о Льва Толстого, не поймем о Священного Писания. Боговдохновенность – это двустороннее явление. Оно и в тексте, и в читателе текста. Поэтому, в общем, правы те набожные люди, которые говорят, вот суббота, сказано – отдохни. А в чем отдых? Читай Священное Писание. Я с ними согласен. Я не могу сказать, что я этому всегда следую, но, в общем, это действительно… Ну, а что? Лечь на пляж и лакать Дайкири, и к вечеру Харакири только захочется сделать. Читать, смотреть, но как? Не пассивно, а активно. Боговдохновенность – она всегда больше, чем то, что мы готовы принять, чем то, что мы можем понять. Но она живая, она придает тому, через кого приходит, свойства передатчика жизни, не просто идеи. Можно ли читать Боговдохновенную книгу и не Боговдохновляться? А как же? Большинство людей читает Библию как обычную книгу и в результате не имеют о Библии ни малейшего представления. То есть, Библия для них – мертвый текст Христоматии из 60-70 книжек, как Пхагавадгита, как Панчатантра и так далее, архаической литературы. Вот есть литература древнего Египта, древнего Шумера. А вот, ну, книга Иова, она написана то ли моабитами – это к северу от Израиля, то ли, наоборот, на арамейском – это к югу от Израиля. Но она точно на еврейский переведена, и там вообще сложная история текста. Так что Боговдохновенность не распределяется исключительно по признаку вот своим преданным халуям дам, а не халуям не дам. Как раз нам даже опасно давать. И, в общем-то, мы, как сказал там апостол Павел, Бог нас позвал со свалки. Позвал со свалки, потому что те, кто правильные люди, они чего-то с ним не поделили. И он вызвал нас, как запасной вариант, как запасное колесо. Тоже дырявое, но все-таки хоть как-то катимся. Боговдохновенность. Это означает, что иногда мы можем читать Боговдохновенную книгу, и не понимать ее смысла. Да. Но давайте тогда почитаем ее как литературный памятник. Тоже неплохо. Потому что смыслов хватит на всякие состояния души и духа. Боговдохновенность, когда мы говорим то, что считаем нужным, а люди слышат совсем другое. Бывает ведь и такое. Боговдохновенность, когда мы сами не очень понимаем, что говорим. Это описано уже в день Пятидесятницы. Когда люди слышали апостолов, говорящих какую-то, видимо, баркадабру. Но они сами так это понимали, апостолов, что я говорю что-то непонятное. И не на своем родном языке. А человек слышал свой. Евреи же были уже тогда, жили в разных странах, говорили на разных языках. Кто жил в Иерусалиме, обычно говорил на арамейском. Апостолы говорили на каком-то, видимо, арамейском диалекте, на котором говорят в Сирии. Но их слушал каждый, слышал кто-то на ливийском, кто-то еще на каком-то, кто-то на греческом. Так и мы. Боговдохновенность, когда вдруг люди... И что из этого мы делаем? Какой вывод? Не надо искать Бога вдохновенности. Но надо искать Бога. И надо пытаться объяснить людям не только то, что я хочу сказать. Это само собой. Но и что-то сказать, дать место Богу. У Бога чрезвычайно мало места в мире. Потому что Его место человеческое сердце, человеческая душа. У Бога мало послов, у Бога мало представителей. А кто есть, так мы паразиты скорее вши, клопы на Боге. Мухи навозные прилетели на Бога. Полакомиться, потереть лапки. Просить Бога вдохновенности. И для понимания ее, и для того, чтобы других людей подбадривать и укреплять для жизни с Богом. И себя тоже. Любой встретившийся нам человек, сам того не подозревая, может стать для нас частью Священного Писания. Откровение продолжается. Оно продолжается не как книга. Оно продолжается, может быть, не как папская энциклика. Но он продолжается как Божья речь, обращенный к нам. Быть к этому готовым, всегда готовым. И не бояться, что мы тоже в какой-то момент окажемся вот той трубой горным. Не горнистыми. Не горнистыми. Никакие не пионеры-барабанщики. Вот. А такой барабанщик. И Бог на нас тоже что-то такое отчебутит. И вот момент, когда нам человек подойдет и скажет, «Вы говорили вот словно ангел». И мы себе мысленно сделаем пометку. Ага, ангел через меня говорил. Очень приятно, товарищ ангел. Интересно было не пообщаться. Потому что, когда Бога вдохновения, то ты-то здесь жесть. Труба. Барабанщик. Кожи с тебя сняли, растянули. Так что даже не познакомишься с Богом в эти моменты. Так для того и молитва. Молитва выше Бога вдохновенности. Ну, и кому нужно просто вдохновение, пожалуйста, есть шоколад с таким названием. Очень удобный. Он дольками. То есть можно взять маленький кусочек и съесть в станиоль, а то все будет лежать. Конфлект конфет. Так вот, вдохновение, оно всегда дольками. Изолированными друг от друга. А Бога вдохновения – это огромный, мощный поток. Это море. А вдохновение – это реки. Вот пусть наше вдохновение впадает в Бога вдохновенности. Счастливо. Яков Кротов. Всех благ.